Привет! Идея этого видео это по сути куча мыслей и тем для разных других видосов, но в итоге я склеил их в одно... видео. Тьфу. Короче, я тут задумался, прямо сейчас у меня на канале произошла какая-то странная реформа, которую я даже не планировал при том. 4 из 5 недавних видео были сделаны при помощи сценария, а одно из них я вообще 2 дня делал, невиданные для меня значения, если что. Да, конечно, сейчас это больше похоже на выдуманные, так еще и очень дешевые понты, но на самом деле я просто делюсь своими ощущениями от всего этого. Я кардинально поменял подход к видео, стал что-то с ними там химичить, а в итоге получил, видимо, явно невыдуманный результат. Это может говорить о совершенно разных вещах, но, как по мне, тут все очевидно. Написание сценариев плюс заметный кризис просмотров равняется успешному продукту. Родители как-то говорили мне, художник это или музыкант, неважно, короче, творческая личность, сможет сделать шедевр, только умирая от голода. Мол, во время тяжелых испытаний или лишений человек способен создать нечто особенное и выдающееся. И мне смешно с того, что в той или иной мере на меня это сработало. Серьезно, у меня уже несколько месяцев сплошная стагнация по каналу, и я ловлю какую-то такую грустинку. И тут, нате, совершенно отличающихся от моих видео контент выстреливает. Разве не результат на лицо? Ну, у многих может возникнуть вопрос. Ну, или хотя бы у одного человека. Вот у тебя есть целый плейлист с видео по игре Хой 4, ну, Харс оф Айрон 4. И, да, там куча видосов на тысячи просмотров. Это разве не противоположность твоим словам? Ведь из них всего парочка тех, что были сделаны по сценарию. Я легко могу возразить, что релевантный контент не всегда равно качественный. И всё же, если бы он при всём плитом был ещё таковым, то есть качественным, думаю, я бы мог получить даже больше просмотров, подписок и одобрения аудитории. Но не будем о грустном или же синдроме утерянной выгоды. Хоть меня эта фигня и часто гложет. Как же сценарии влияют на видео? Если максимально просто, они систематизируют видео, позволяют автору более внятно и конкретно говорить, а также добавляют темпа и уверенности к видео. Панацея, что доступна каждому, если тот... Постарается. Может, я и жалею о том, что мои видео, набравшие просмотры, могли дать мне ещё больше, но с другой стороны, когда видео не удаётся, я часто ухожу в тиль. Если это, конечно, не видео, сделанное за час. Так и получается, что сценарий для меня — опция. Для других фундамент и основа видео для меня лишь возможность, которую я с лёгкостью могу огибать и игнорировать. Естественно, мне желательно начать делать сценарии для каждых из своих видео, но для меня это недостижимая цель на моём этапе канала. Хотя я понимаю то, что, по сути, надо уже, да. Насколько хорошо трудности и решения влияют на творчество. Вот тут начинается субъективщина, ведь человеку не обязательно неделю не есть, чтобы выдать шедевр. Ему могут просто хорошо заплатить. Но если говорить лично по моим ощущениям, то ограничения могут вынудить человека принять не лучшее положение, в котором он находится. Либо его прямое существование под угрозой, либо, как в моём случае, выстроенный трудами, ну уж очень сильными проект, может умереть. Тогда человек, осознавшись, что у него есть серьёзные проблемы, начинает выжимать из себя больше, чем он обычно использует сил и ресурсов. Всё, лишь чтобы получить желанный успех. Это приводит либо к победе, либо к очень горькому поражению. Таким образом, я считаю, что трудности стимулируют человека к возобновлению выполнения его задач, либо увеличение приложения сил к уже исполняемым операциям. А насколько сильна разница? По моему мнению, очень даже сильна. Если говорить прямо, даже мой контент, делаемый безработными жителями Лентяева, похорошел. Естественно, субъективно, по моему мнению. Так и большинство других творческих направленностей показывают лучшие результаты, если в них есть первая ступень проекта. К примеру, наброс их рисунка. Без него он теряет баланс и много чего ещё. В этом я намного хуже разбираюсь, поэтому не смогу сказать с точностью, что там да как. Но я точно и с уверенностью могу сказать одну вещь. Подпишись! Не-не-не, погодите. Немного другое хотел. Поставь лайк! Так, ну всё, короче. Итог. Я хотел сказать, что какое бы творчество у вас ни было, будьте к нему терпимы. Если бы я забил на контент в самом начале, ещё до сотен подписчиков из всего такого, кто знает, чем бы я занимался. Каждый день я получаю новые навыки, конечно же это враньё, и пытаюсь становиться лучше. И мои старые видео нужны не для того, чтобы я их следился, а видел разницу. Видел свой прогресс, и что всё это было не напрасно.